Друзья, привет! Это Владимир, сейчас 2020 год, и я хочу быстренько с вами поделиться моей историей и, естественно, попросить о помощи, потому что один из задач я не справлюсь за вашей помощи. Итак, поехали. Три года назад, в конце 2017 года, ну, два-три года назад, пришла в голову идея создать мобильное приложение, которое будет подсказывать, что перепустить прямо сейчас. Сейчас я вам даю сначала вставку видео, то есть с демонстрацией уже там есть, просто есть рабочий прототип на битоне, вот посмотрите, как оно работает. Так, давайте посмотрим, как работает приложение. Мы запускаем исходный код, запускаем приложение, и через несколько секунд, что мы видим? На владящем окне с информацией мы видим время текущее. Программа анализирует, что сейчас время полдника и говорит, рекомендуем сахарные сухарики и окрошечный белый квас. Все, собственно, все просто. Допустим, нам хоть что-то другое, нажимаем сюда и запускаем заново. Хоп. Что мы видим? Сушеные финики и степной чай. Необычно, интересно. Что еще? Как раз. Кружевное печенье и чай по-русски. Так, получается, у нас сейчас есть две версии. Есть русская версия и английская. Там блюда мировые. Здесь блюда в основном только российской кухни и, пожалуй, немного армянская. И узбекская кухня чуть-чуть. Вот. Давайте еще раз посмотрим. Запускаем. Вот печенье прадочное и чай по-японски. То есть, ночью программа говорит, не стоит кушать, утром завтрак советуют, в обед обед, вечером ужин советуют. Все очень просто. Так, и давайте, ну, последний раз запустим и, в принципе, все понятно. Так, медовое печенье и чай по-японски. Наверное, я еще потом как-нибудь постараюсь приклеить несколько скриншотов и скриншоты, где указаны, как работает приложение в другое время суток. Все. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Пока. Ну вот, посмотрели. И, получается, сейчас что? Мне нужна ваша помощь, мне нужен программист. Хорошо, конечно, кто мне нужен. Метолог. Ну, вообще, где-то примерно 7 человек. 8 человек в списке дам консервов. Все. Всем хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok